Семья блогеров, видите, идёт, тоже снимает на свой телефон. Линда, только не отходи на дорогу. Мы идём домой, Женьки. Мы идём домой. Мы идём домой. Мне лично очень понравилось снимать. Мне понравилось снимать Псков, да, с моноподиком. Поэтому я сегодня ещё раз решила поснимать, с вами потороторить, поснимать Псков. Мы идём после тренировки, Женьки. Сегодня что-то мне так не хотелось на тренировку идти. А сегодня пришло столько людей, сколько, я не знаю, за всё лето, мне кажется, столько не было, сколько сегодня пришло. Представляете? Откуда не возьмись? Взяли и пришли. А я такая, именно сегодня, думаю, такая лень настала. Не хочу никуда идти, хочу быть дома. И вот только когда я вот это вот искренне сказала, что я хочу быть дома, пришли люди. Ну, денюжки принесли, естественно. Всем спасибо, кто принёс денюжки. Спасибо, спасибо. Я постаралась выложиться на всю, на всю, дать максимум. Конечно, тренировка у меня не такая, чтобы, понимаете, на износ. Я больше даю знания. Я больше даю знания и понимания своего тела, чем на износ. Просто как бы, когда мало людей бывает, да, мы как и тренируемся на износ. Но когда приходит много, тут мне уже важно не упустить какие-то моменты. Переходим в дорогу. Важно не упустить какие-то моменты, чтобы люди уловили суть. Но тот, кто приходит первый раз, они никогда не уловят суть за один раз. И это нужно понимать, что они никогда не уловят суть за один первый раз. Первый раз такое чувство ознакомительное. В общем, ладно, не суть, не хочу об этом говорить, всё. Хочу переключиться. О чём поговорим? Мы сегодня обязательно обсудим то, что мне вчера писали по поводу этого ресторана. Видео, видимо, видеооператор, девушка эта, которая делала им клип. Они, ну, она, видимо, очень расстроилась. Я вот честно скажу, мне даже неприятно, что она расстроилась. Но нельзя быть такими чувствительными. Ну, высказался кто-то критично к твоей работе, да? К тому, что ты сделала рекламу, что ты высказался критично. Что ты не сказала людям, что надо как-то более грамотно подбирать для рекламы пару. Да? Чтобы это не вызвало триггера. Ну, псковский блогер это всё обрисовал. Линда, дай мне ручку, пожалуйста. Псковский блогер, я, да? Всё это так обрисовал. Линда, а где мы пойдём с тобой? Здесь пойдём? Прямо? А может, там где поспокойнее? Может, поспокойнее пойдём? Нет, я хочу здесь. А хочу здесь, так усляднее. А потом на Рижский проспект там такой шум. Может, там пройдёмся? Мимо часовни, мимо гостиницы. Там же интереснее кофеин. Ладно, я буду всё снимать заново. Ну, я понимаю. Я второй раз уже снимаю всё заново. Понимаешь? Так и что? Ну, и ничего плохого, что ты снимаешь. А что там не получается тут сейчас? Снимай, снимай, иди. Зачем так критично-то быть к себе? Это то, что ты всё время говоришь. Ну, извини, я говорю, да. Так где мы пойдём? Парижскому? Ну, ладно, пойдём. Нет. Хорошо, куда пойдём? Вот видите, человек тоже ещё один человек, который критику не воспринимает пока спокойно. Вот. Дай мне ручку, пожалуйста. Мы переходим через дорогу. Могутно. Да, конечно. Тут кусты. Тут, знаешь, как машины любят из-за кустов выныривать. Вынырнут и собьют тебя. Нет. Вот да. Ещё один переход. Куда? Дай ручку, медаль. Пошли. Я хочу быть отдалённой от тебя. Я знаю. Я петель, что я не могу нормально поснимать. Я понимаю тебя. Я тебя прекрасно понимаю, Занька. Ну, иди немножко вот тут отдалённо. Хорошо. Там будет дорога. Посмотри направо и налево. Вот. В общем, Заньке, ну, надо... Понимаете, если вы делаете дело какое-то, вы должны быть готовы к критике. Критиковать можно дело. Дело. Не личность, а дело личности. Вот вы что-то делаете, и кому-то не понравилось. Качество ваше... И вы имеете право покритиковать. А личность... Я личность никогда не критикую. Ну, что вы, Зачки. Я, несмотря на то, что говорю, что не люблю людей, я их люблю. Мне их так всё время жалко. Я людей оскорблять не буду. Ну, только если, может быть, наедине с сама собой и тех, кто причинил мне зло. Когда я критикую работу, а что в этом такого? Когда ты критикуешь работу, в этом нет ничего такого. Но видео был оператор, не на шутку, я так понимаю, расстроилась. Она, видимо, не посмотрела внимательно мой ролик. У неё сложилось впечатление, что я её оскорбила. Понимаете? Оскорбила её. Лично, видимо. Ещё я оскорбила даже этих рекламных моделей, скажем так. Лично мне абсолютно всё равно, что они в жизни настоящая пара. Какая мне разница? Они снимались здесь в рекламе. Это уже то, что они в жизни, у них отношения, это их вопрос. В общем, ситуация-то на самом деле фиговая. Но они так расстроились, я чувствую. Так расстроились. Вот она мне там вчера пишет, дичь всякую. Что мужчина должен на вас подать в суд. На вас в суд должен подать. Вы его личность оскорбили. Где я его оскорбила личность? Ну, такую чушь пишут. Мне даже смешно читать. Вы бы узнали, сколько ему лет. Какая мне разница, сколько лет. Вы его так засняли. Какая разница, сколько ему в жизни лет. Вы засняли его так, что он на экране выглядит достаточно возрастным. Вы сделали, значит, такой грим ему. Вы свет такой выстрелили. Вы, значит, так обыграли всё. Что сложилось так. Причём здесь сам мужчина? Вы оскорбили его личность. Вы оскорбили его личность. Чем? Тем, что я сказала, что люди, которые снимали рекламу, сделали это непрофессионально, не позаботились о том, чтобы пара выглядела гармонично по возрасту. Понимаете? Ну, такие люди. И вот хотя бы поинтересовались, что кто такая Оля? Кто такая Оля? Там такие смешные комментарии, попытки меня как-то заскорбить писали, что я не знаю там, что мне писали. Ой, что я завистливая тётка, что... Ой, что-то я уже не помню. Это всё одно и то же. Вот. Хоть бы поинтересовались, что ты завистливой тётке, между прочим, юридическое образование. И эта завистливая тётка знает, как и говорить, и что говорить. Но другой вопрос, что эта завистливая тётка ведёт свой канал и занимается блогерством. Но, вы понимаете, люди даже не понимают тот факт, что я им сделала добро. Вот, по сути, да? Я прорекламировала их. Я их прорекламировала. А они воспринимают это всё как с позиции «я, значит, всех оскорбила». Высказалась критично о их работе, значит, всех оскорбила. То есть я вот этого не понимаю, Зайна. Где вот это вот в Обскове? Ну, когда у нас в Обскове появится вот это вот, не знаю, ощущение, что блогер – это блогер, который, понимаете, снимает критический контент, который вызывает интерес у общественности? Дай мне ручку ещё одну. Вот, у дороги переходи. В общем, я в любом случае благодарна этому видеооператору, что она сделала репост моей записи. Скорее всего, она сделала это, конечно, не с благих намерений. Она думала, что, опубликовав на своей странице скрин и все ссылки на меня, она мне как бы сделала зло какое-то. Так ведь, нет, она дала большое спасибо. Вы мне сделали бесплатную рекламу. Я ведь для чего это делаю-то всё? Для чего я снимаю вот эти критические видео, триггерные? Господи, да чтоб развить свой канал. Ну, это дураку, понятно. Это кому-то ещё непонятно. Это кому-то ещё непонятно, что я хочу, чтобы меня увидели, узнали, заметили мои способности критические, аналитические мысли. Какие-то даже способности, я не знаю, к стендапу, что ли. Что я могу на голом месте из любой фигни высосать классную историю, которая, не знаю, в умах что-то трепетнёт у всех. Там, я посмотрела, там было 69 репостов её записи. Ну, это же для меня круто, для меня это классно. Понимаете? Ну, конечно, мне хочется внимания. Ну, а для чего я это делаю? Для чего? И у меня вообще, я вот когда такие вещи происходят, когда мои видео вызывают такой, скажем так, интерес, Я всегда думала о том, что у меня в детстве была мечта. Я в детстве, в подростковом возрасте, возможно, да, я там интересовалась политикой, меня привлекали выступления Жириновского, Но на самом деле, я всегда с какой-то завистью, неподдельной смотрела на журналистов, тех, которые вели репортажи, которые, ну, ездили по разным странам, из разных стран вели репортажи. Я смотрела на них с какой-то такой, с таким восхищением, и всё время смотрела, думала, ну, мне так это нравится, но это, наверное, не для меня. Куда мне? Куда мне? А мне вот это, мне вот то. Куда мне? Мне, наверное, даже, то есть я даже мечтать об этом не могла, потому что, не знаю почему, не знаю, и вот выбрала эту профессию, потом другую профессию, понимаете, и всё это было мимо, это всё были выборы из-за дефицита. Но на самом деле, меня всегда привлекала журналистика, вот такая журналистика и какие-то выступления, которые драконят общество. Ты делаешь материал, а общество потом говорит, как вот, пусть говорят, да, вот это у Малахова, пусть говорят, да. И меня всегда это очень привлекало. Но я почему-то всегда избегала этого, как будто бы боялась, как будто бы считала, что это не моё, что я то ли этого не заслуживаю, то ли я недостаточно умна для этого, понимаете? Я не знаю, почему. Но мне это всё очень нравится. Мне нравится делать какие-то видео, какие-то брать темы, я ещё раз говорю, высасывать из пальца, вызывать у людей других какие-то чувства разные, эмоции. И мне это очень нравится, что мои слова, что они сотрясают этот воздух, понимаете? Мне от этого так кайфово. И я понимаю, что это разряд журналистики, что мне бы очень хотелось этим заниматься очень сильно. Мне бы очень сильно этим хотелось заниматься. Почему я не позволила себе даже прикоснуться к этой сфере деятельности? Кстати, у меня был такой знакомый паренёк, мы с ним подружились по интернету, Никита Магера. Переписывались, какая-то у нас с ним была такая флирт-переписка, как мне было, 16 или 17, на школу заканчивали. Он поступил на филфак. Он занимался потом даже на базе института журналистики, вёл им сайт, какой-то там как газета у них была, что-то такое вот. Кстати, сейчас то ли Наполеон, то ли где есть женщина, которая пишет статьи, тоже под фамилией Магера. Интересно, это его сестра или это его жена? Кто это, родственница? Ну, фамилия такая, очень, ну, необычная, да? Необычная фамилия. Да, зайчики? Вот так, вот так я вам раскрыла всю карту. Оля мечтала бы быть журналисткой. Оля мечтала бы быть диктором на ТВ. Оля мечтала бы, чтобы её показывали, и чтобы её слушали, и её слова сотрясали воздух. И люди ждали. Что же скажет Оля? Что же скажет, какие эмоции вызовет она у окружающих? Да, это моя мечта, понимаете? И вот, когда, я ещё раз говорю, мне так смешит эта ситуация, что вот они там посты обо мне делают, чтобы, типа, побольше узнали эту дуру. А я это всё вижу и думаю, боже, какой же кайф! Какой же кайф! Какой же кайф! Когда о тебе говорят, и твои слова триггерят. Хотя ты ничего такого не сказал, по сути-то дела. Я ещё раз говорю, я никого не обидела. Но вот это даже, знаете, это даже такое чувствуется коллективное, бессознательное. Ты, Оленька, не имеешь права высказывать свою критическую точку зрения. Ты, Оленька, вообще кто в этом Пскове? Да ты вообще знаешь, что у нас тут Псков, маленький город, да тут вообще никто не имеет права высказывать критическую точку зрения. Как бы каким-то общественным моментом, да, Олечка? А ты что, ты думаешь, что особенно... Вот это во всём, вот в этой ситуации читается такой фоновый подтекст, да, такой вот. Что-то такое обитает в воздухе, да, вот с таким смыслом. Я это чувствую. Я это чувствую. И мне от этого грустнее, потому что хотелось бы жить в обществе, где люди обсуждают, мыслят, думают, с чём-то не согласны, готовы к диалогу. А не только обижаются, не только чмырят кого-то, да. Хотелось бы вот в таком обществе жить. Как же классно с моноподиком, да? Не, я его не продам. Я его не продам. Он ещё такой от руки. Он подчиняется... Как это называется? Не знаю, он так... Не знаю, как это называется, когда вот ты рукой так выбираешь, да? Да, плавность, и он так поддаётся твоей руке. Это классно. Во, ускакала куда, видите? Моя блогерша, тётенька, сидёт и оглядывается на неё, наверное, или на кого, думает. Вот девка идёт, снимает чё-то. Да, зайки, да. Вообще, я хочу сказать, что очень большое дело в сфере искусств, потому что видеосъёмка, операторская съёмка, это всё равно сфера искусств, сфера культуры. Очень большое значение имеет образование. Когда мы учились в колледже, у нас тогда ещё была специальность фото- и видеотворчество. На самом деле, не очень популярная, потому что нафига учиться? Можно же, конечно же, и курсы какие-то пройти, купить себе фотик дорогой, видеокамеру. Ну, ну, нафига. Курсы прошёл, и всё. Но на самом деле, вот это фундаментальное образование, оно, возможно, в каких-то моментах, оно устарело, я не спорю. Оно устарело, да. Но в этом базовом образовании закладывается, как вам объяснить, у него есть плюс, вот то, что закладывается ощущение окружающего мира, этого прекрасного и ужасного, понимание этических норм, что, как и нужно показывать, да, какие есть в обществе негласные правила, негласные, да, как вот, да, нужно выстраивать композицию, сюжет. Ну, конечно, есть ещё отрицательная сторона, это то, что человек, человек, который получил фундаментальное образование, у него образуются разного рода зажимы. То есть, грубо говоря, он хуже открыт, как бы, каким-то более современным правилам фото-видеотворчества, да, мы сейчас про это говорим. Ну, в хореографии, кстати, это тоже, да, у кого базовое образование, именно новый лад, на коммерческий, очень сложно перестроиться. Ну, так или иначе, вот это вот ощущение того... А, а можно мы смотрим тогда в путь? Ну, пойдём. Вот это ощущение того, что чего и как можно показывать, всё равно это даётся в базовом образовании. Это ощущение прекрасного, да. К чему я это говорю? А я говорю это к тому, что... Вот как объяснить? Так, сейчас эти шумы пройдут. Подожди. Ну, например, да, это вот я сейчас опять возвращаюсь к девушке-видеооператору, что если бы у неё было базовое образование в сфере и культуры, и искусства, она бы понимала и знала, что пропаганда в рекламе неравных по возрасту браков не поощряется в обществе. И в кино тоже. Если вы обратите внимание, если в кино используется такой сюжет, где пара разная по возрасту, внешне, не внешне, по факту, да, потому что мы все люди разные, мы выглядим по-разному в разном возрасте, кто-то моложе, кто-то старее выглядит своего физического, биологического возраста. Но так или иначе, эта ситуация разного возраста в паре, она всегда в кино преподносится как негативная. Вот просто, давайте вы приведёте мне в пример, есть ли у вас какие-то фильмы, где разница в возрасте преподносилась как нечто хорошее, хорошее и положительное. Видели, как ехал, зараза? Видели, как быстро он ехал? Вот, и есть такие моменты. Линда, не выходи, это велодорожка. Это велодорожка. В хореографии тоже есть такие темы, которые нужно аккуратно, по ним ставить танцы. Но, например, если мы сейчас говорим о коммерческой хореографии, у тех людей, которые в ней преподают, как правило, образования нет, и они вообще этих вещей не знают, ставят танцы на любые темы, там просто, ну, жестяк иногда. То есть у них вообще нет ощущения по возрасту, от этого вот эти вот эротизированные танцы у детей. То есть вот этого нет. У них образование, да, базовое. Блин. В общем, у нас хореографов тоже много запретных тем. Нельзя изображать насилие в танцах, да, там какие-то движения. Этому тоже учат. Но нас, я не скажу, что нас учили напрямую, нам рассказывали на практике, когда обсуждали наши капотешные работы, постановки, хореографии, вот там нас критиковали, говорили, вот там какие-то недочеты, вот как-то, вот всяк-то, да, и никто нам никогда не говорил, что ваши работы должны всегда хвалиться. То есть это даже, это даже как-то смешно, да? Нет, они даже всегда советовали нам... Линда, что ты хочешь поесть? В пироге. В пироге, ладно. Они даже нам всегда советовали, когда танцы ставишь, садиться в зале и смотреть за реакцией зрителя, потому что важно, какое у зрителя будет впечатление от твоей постановки. Ну что, мы вышли из Додопиццы и идем дальше гулять. Да, Линда? Мы идем гулять. Я за чем-то тебя снимаю, а ты и так снимаешь. А, да, это такой прикол. Видишь? Сними меня в полный рост. У нас двойная съемка идет. Я иду, снимаю пскоп, а она снимает меня. Ты еще знаешь, как... Да. Да. Ну, вообще, я не могу... А, чем-то, я не могу... 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 Ну, все, можешь вырубать. Ой, смотрите, тут что-то интересное происходит. Они там что-то меняют, дядьки. С трубой что-то делают. Линда, дашь мне руку? Руку дай. Дорога. Ну, а что мы с вами пообщаемся-то еще? Что-то мы поели с Линдой. Ну, мы купили с ней комбо. Два кусочка пиццы и коктейль на двоих за 300 рублей. Нам хватает. Ей хватает. Она говорит, я обвелась. Мне тоже нормально перекусить. Не люблю обжираться. Так, дай мне руку влевую, Линда. Дай мне влевую. Ну, куда-то. Подожди. Тихо, тихо. Они там несутся. Подожди. Болос посадила, пока шла. Ну, скажите правду. Вам больше нравится с монопозиком, да? Я зимой с ним боюсь снимать. Как-то хотелось зимой. А боюсь, что оно отсыреет, замерзнет. Но он очень хорошо держит заряд, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что он у меня лежал столько долго, он вообще не потерял своего, ну. А почему я раньше не пользовалась? У меня что-то телефон был ProMax. А у него он очень плохо воспринимает тяжелый, как бы сказать. Ну, нет, ну почему плохо? Он нормально, на самом деле. Но тяжело все равно ему как это откалибровать, не на центр тяжести. Вот. А этот маленький телефончик, на него удобнее снимать. Но я все равно куплю ProMax, когда будет... Не сразу, когда он выйдет, а когда будет цена получше. Мне все муж говорят, жди, жди. Жди, когда за 100 переговоров сядут. Доллар сразу по 70 будет. Жди. Сразу айфон потешевеет. Вот. Я надеюсь. Ну, давайте. Ну, сядьте там где-нибудь по осени в районе моего дня рождения за 100 переговоров. Хочу доллар по 70. Хочу айфон купить. Вы понимаете? Да, блин, что-то бедро заболело. Бедро заболело. Ой. Так, тут надо пройти быстро, потому что две же птички срут. Поэтому надо быстренько пройти, чтобы тебя не... не обкакали. О, носится как, о, носится как. Из додописы выходили, говорит, ах, мне плохо. Я устала. Мне плохо. Я устала. Он несет все так слизь, какая собака. А, Линда, пошли, зайка. А, может быть, мы там пройдем? Поспокойней. Пойдем там. Ты слышишь? Куда ты погнала? Ну, вот куда она? Вот куда она? Э-э-э-э, я тут! Ау! Куда она пошла-то? Еще под велосипед. Нет, вот куда она? Вот скажите, вот куда этот ребенок пошел, а? Вот ее ничего не смущает? Ее ничего не смущает? Нет? Нет, задумалась. Задумалась. Что-то не того. Да? Происходит. Так мы с тобой идем домой. Ты куда? Я хотела на площадку. Нет, не сегодня, завтра. Сегодня 8 вечера сейчас уже ровно. Нет, я хочу на площадку. 8 вечера, пойдем домой, зайдем, поиграем минут 10 в настольный теннис, если там будет свободно. Потому что не хочу. Ну, а зачем мы раз в ракетке покупали для настольного тенниса, если ты не хочешь? У меня желудок болит. Конечно. Ты знаешь, почему он у тебя болит? Это у тебя кишки зажало, ты там так белого неслась. Это ты только поела, и после еды нельзя бегать, иначе кровь-то к желудку прилегает, а ты начинаешь бегать, и кишкам не хватает крови, и они начинают их прижимать. В этом вся фишка. Я только что посмотрела одно очень любопытное видео на YouTube. Да, таких видео много. Каналы, чисто которые ведутся мужчинами для мужчин, где как бы якобы коуч, мужчина, учит мужчин взаимодействовать с женщинами. Теперь в Telegram я веду подкаст. Этого на YouTube не будет. Это мои мысли вслух на аудио, без видео. То есть формат такой же, как на YouTube, только без видео. Но этого на YouTube не будет никогда. Поэтому подписывайтесь на мой Telegram и слушайте мой подкаст на разные философские темы. Да не жми, Ленусь, он сейчас включится. Быстрее. Давай, перешагивай аккуратно. Я хочу снять носки. Хорошо, сейчас дойдем до скамейки, и ты снимешь носки. Замечательно. Вон, скамейки. Не-не-не, мы на скамейке, а это для ресторанов скамейки. А что, если на них присядешь? Ну, нет, ничего не будет. Просто ну зачем, может сюда идем. Чего нам в сторону-то идти? Вы знаете, я хочу сказать, что мне очень нравится эффект от массажа на ноги. Очень нравится. Вот, несмотря на то, что я хожу, я два раза сходила с перерывом в две недели. Но мне так нравится, мне так кайфово. Единственное, что мне не нравится, это моя реакция тела. То ли я старая, то ли у меня с телом что-то не того. Что тут продают-то? Я захотела купить прополис, зайки. О, а тут тоже что-то продают. Подожди, Лен, то я посмотрю, что тут продают. Варенье, варенье, варенье. Мне нужен прополис. Вот, но, зайки, я боюсь покупать прополис, потому что я в интернете прочитала, что может быть какая-то на него реакция тяжелая. А у тех, у кого проблемы с печенью и с желчным. Я не знаю, есть у меня с ним проблемы с печенью и с желчным. Но я боюсь, я же пробовала прополис один раз только, ну как один раз, в сознательной жизни. Моему мужу кто-то из клиентов дал банку прополиса. К сожалению, этот человек уже умер. Это было давно. Года 4 или 5. Это банка назад. Эта банка стояла года 2 или 3 у нас на полке. Я вообще думала, что за херня стоит какой-то. А потом я думала, мед какой-то. А потом оказалось, что это прополис. Зареньки, я его сожрала очень быстро, потому что он не сладкий. И я прямо почувствовала, что что-то в нем такое, ну, клевое. Сожрала эту банку потихонечку. Вот, и сейчас у меня цель еще купить прополиса, потому что, вы знаете, я знаю, что он помогает очень хорошо от всяких телеболячек. Это, в общем, пчелы там собирают, короче, чтобы строить соты для меда, я так понимаю. Вьют они из него мед. Короче, не суть. Вот. Ну, а строительный материал, короче. Вот. И суть в том, что он от грибка помогает. Ну, Зареньки, ну не становится лучше моей ноге. Ну, мажу, 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 мажу. А лучше не становится. Я бы так хотела иметь красивый ноготь. Ну, а суть в том, что даже когда я тогда сожрала банку прополиса, у меня тоже он не отрос, понимаете? Ну, я так хочу иметь красивый ноготь. Ну, я не знаю уже, блядь, чем помазать его, эту ноготь, понимаете, Зареньки. Вот так хочется иметь хороший ноготь. И мажу. Сколько лет, а ничего не помогает. И даже, кстати, прочитала, что при грибке ногтя, ну, то, что при поражении кожи нельзя, там, при псориазах, еще причем, это понятно. Но то, что грибок на ногте может являться противопоказанием к массажу, это, я кажется, не очень. Так, ну что, Зареньки, пойдем через дорогу. Кстати, тут у нас на Пушкино установлена заправка, зарядка для электромобилей. И что-то тут муж рассказывал, писали, что она бесплатная. И еще, типа, писали, возмущались жители в жести, что, а что это она бесплатная, а что это мы должны это оплачивать из бюджета, от Ирэпыра. Ну, в общем, и возмущались люди. По поводу грибка. Я так хочу ноготочек здоровый. Так хочу я иметь здоровый ноготочек. Ну, чем помазать, ну, не знаю. Ну, я знаю, я ей много сахара, я знаю, Зареньки. Но у меня же был период, когда я его не жила, ну, сидела на диете. Это как раз тогда был период, когда вот первый раз я на массаж ходила. Ну, ты знаете, не помогло. Не помогло. Не было прогресса, тоже никакого. Я не знаю, честно. Может, конечно, я отговариваю сюда. Ну, да, я ем сахарок. Ну, люблю я сладенькое пожарить. Ну, как без сладенького? Зайник, ну, как вообще без сладенького? Ну, суть в том, что только на одном ногте, на котором была травма, он у меня отдавлен, этот ноготь. И только в том месте, в котором он отдавлен, то есть дальше не идёт. И только там получается как бы вот этот вот анихолизис, анихомикоз. Анихомикоз, вот. Ну, и пишут, что противопоказания почему-то грибок. Почему? Типа у тебя в организме вот этот и грибок. И значит, типа, если ты делаешь массаж, это всё из тела гонится. Типа, ну, вот как бы интоксикация. Не знаю, короче, не знаю. Но я хочу сказать, что мне так классно после массажа. У меня такие ножки стали подтянутые. Я бы с радостью купила душ Алексеева, если бы была уверена, что он подойдёт к нашему напору воды. Дело всё в том, что я сделала тест. Мы вчера с Линдой устроили эксперимент. Там суть такая, что надо выпилить отверстия из... Ну, они там даже предлагают это сделать из тюбика с клеем, из которого клея течёт. Надо вырезать штучку 3 мм диаметром. И вставить эту штучку в шланг. И засечь, за сколько наберётся 5,5 литров. Мы вчера с Линдой устроили, естественно, эксперимент. Я вырезала эту хернюшку 3,5... Даже нет, 3 мм. 3 мм. Вставила в шланг, держала ногтём её. Линда с секундомером. Я отмерила точно-точно заиньки. Там, я не знаю, погрешность, только может быть миллилитров 20. Отмерила в ведре уровень 5,5 литров. И что вы думаете? 5,5 литров набрались за минуту и 5 секунд. Пойдёмте сюда. А там нужно до минуты, как говорят. Я написала в группу, говорю, а что если, типа, за минуту и 5 секунд? Написали, ну, 2 бара достаточно для работы. Ну, там вообще написано от 2 до 4. От 2 до 4. И люди, которые делали тест, пишут, что у них набиралось за 50 секунд. То есть у нас слабый напор воды. Слабый. Муж говорит из-за того, что как последний этаж. Я боюсь заказывать этот душ. Хотя я чувствую, я уже чувствую, что мне было бы очень полезным этот массаж ног. Потому что, я говорю, я вот сходила чуть-чуть и всё. Классно. Как бы я хотела именно водный массаж. Потому что на меня водичка, я чувствую, очень хорошо, позитивно влияет. Вот. Ой, чешется. Надо посушку чешать. Суши-шоп. Давно он здесь. Ну, дождь, подожди секунду. Я почешу, мне там чешется кое-где. Смотрите, как вы сделали новые стёкла. Мне кажется, тут были какие-то более страшные стёкла. А там сверху люди живут. Смотрите. Прикольненько, как у них. Да, смотрели? Ну, как и балкон. Какое старое здание. Что там интересно у них? Тебе было бы интересно узнать, как они там живут? Мне бы, да. Вот. На третьем том этаже бы я жила. На третьем? Там чердак. Может быть, там что-нибудь какая-нибудь мансагда. В чердаке бы я и жила. На чердаке? Да. Так что вот хотела бы я заказать душ Алексеева. Я бы не пожалела денег. Но я боюсь, что мне не хватит давления. Вот. Боюсь, что не хватит. И ещё один такой момент. Там же суть в том, чтобы этот душ бил с приличного расстояния. То есть это не ты сам как бы желательно, чтобы это делал. А чем дальше отводишь струю, там, с метра полтора желательно, чтобы било, тогда эффект будет круче. Ой. Короче, не знаю. Но пока буду ходить иногда на массаж. Может быть, раз века три в месяц вот так вот. Три, может быть, четыре. Можно быть, два. Ну, массаж ног стоит 700 рублей. Вот. Поэтому буду ходить. Потому что я чувствую очень хороший положительный эффект. Очень хороший. Вот, кстати, вот кто хочет, могу посоветовать. Заведение называется «Моя Италия». Мы только что его прошли. Вот. Там типа пиццу едят. Я один раз только ела там пиццу. Ну, так, обычная пицца. Но что-то все хвалят. Мы пойдём с тобой в Финский парк? Да. Хорошо. Тогда нам нужно перейти дорогу вот здесь. Тут такой переход трёхступенчатый. Трёхуровневый. Знаешь, что бы я хотела? Чего? Вот как у Макса и Катей. Большой дом, заборчиком, заткни дворик, большая кухня. Три этажа, эксбоксы, своя кровать, свой туалет и душ. Ага. Послушай, извини, что перебиваю тебя с твоим рассказом. А что, светофор не работает, да, когда рыжим мигает, да? Пойдём. Он, наверное, не работает. Я тоже зайка бы хотела. Наверное, не знаю. Мне сложно сказать. Я знаю, где такие дома находятся. Где? Англии. В Англии они живут? Да, да. Не работают? Просто вот, когда папа проводил Макса, он нашёл его маски. И он сказал, что Макс, маски уже в Англии никто не требует. Да? Да. Понятно. А вы знаете, мы тут сейчас пойдём мимо СИЗО, а я не уверена, что можно снимать. Знаете, я не буду снимать. А, ну не работа-то фоткает. Ну куда ты? Как грязь. А? Как грязь много. Из-за дождя вот тебя не уколо. Ага, много-много. Вот вы и вышли к Финскому парку. Ты сказала к Финскому парку. К Финскому парку. Ты сказала так, к Финскому парку. Да у меня голос садится. У меня вообще. Я чё-то охрипла совсем. Чё-то у меня совсем это, я чё-то заработалась, короче. Батичка, слышите? Слышь, слюдусь. Это для этих фетишистов, как их, АСРМщиков. Вот им нравится, это такая дичь. Звуки. Это ты тоже такая? Я-то? Нет, я не АСРМщица. Хотя звук дождя мне нравится. Впереди на левую сторону, мне неудобно тебя за руку брать. Дай руку. Руку мне дай. Я не волосовать. Да и видишь, у меня в правой руке камера. Ну чё там, мужики играют в настольный теннис или нет? Лендусь, где там? Смотрите, какой видок. Смотрите, вон. Там, значит, у нас... Что у нас там? Я с горы спущусь. Да успокойся ты, господи. Ноги сломать, кот. Сгораешься. Не зима сейчас. Это зимой тут катаются на ватрушку. А сейчас-то зачем? А я хочу по траве покататься. Ой, не надо. Скользнёшь и полетишь с горы. Да когда я на ватрушку, вот я так далеко вот улетела просто до тех деревьев. Ну, блин, заняты, Лендусь, как все встало и заняты. Дядьки сегодня решили поиграть, заразы. А если на другом стоят? На другом? Ну, можем до другого идти. Ну, пойдём уже к другому, потому что всё равно домой идти. Уже 20-20. В конце концов, надо уже домой возвращаться. Тихо, аккуратно. Ступеньки плохие, дырки. Я думала, что угроза, а на самом деле нет. Видите, дядьки развлекаются. Видите, как он. Дядьки, тётьки, вон, видите. Мы с тобой завтра сможем съездить погулять, когда они на работе днём, да? Я завтра вообще планировала остаться дома, закрыть... Пойдём сюда, там велосипеды. Кто закрыт? Закрыть шторы и остаться дома и сидеть. Но не получится, потому что... Ой, вы посмотрите. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, кто? Вот так. Куда ты пошла? Вот я с тобой. Пошла, пошла, пошла. Ладно, пойдём. Не будем её преследовать. Так, слушай, там какая-то грязь. Пойдём вон там обойдём. Смотри. Да не надо погрязи. А, вон мы вот там можем обойти. Пойдём. Я пойду посередине. Как раз в грязи. Леонидович, ну ты в сандалиях. Ты будешь с носки-то снимать? Да. Ой, и тут, смотрите, побежала. Видите, вообще ходят. Бедняги, идите вы. Тут велодорожку вас тут собьют. Там у нас. Что, ты думаешь, что они хотят, чтобы их сбили? Да. Очень сильно. Хороший парк, да? Цивильный. Цивильный. Многие не понимают, говорят, Оля, ты должна радоваться, что ты живёшь во Пскове. Псков такой красивый. Заньки, а я что, как бы сказать, возмущаюсь сильно, что он некрасивый? Не направо. Да, сейчас я поверну. Я хочу туда. Вот там правило, и посмотри, со скольки лет. Где? Да там где-то должно быть написано. Где? Ой, тут у неё это что-то не то. Верёвочный парк. Верёвочный парк. Верёвочный парк. А со скольки лет верёвочный парк? А? Со скольки лет верёвочный парк? Ну, он не работает. Ну, а вообще не работает? Можно уже, да? Ну, тебе уже можно. Видишь, когда будет работать, придём. Завтра будет. Хорошо? Сейчас. Сейчас вот? Хорошо. Ой, смотри, там что-то какие-то гулянки, посмотри. Там шары присут. А я думала, что это вот дома. Пойдём, пройдём вот тут, где люди идут. Там ресторан, типа. Ресторан, смотрите. Кому вот сейчас вот не жарко быть в утеплённой кофте? Там кто-то ехал на велосипеде. Да, Лендусь, ну кто в чём хочет, в том кто-то едет. Орёл и ёжик называется. Ресторан «Кавказская кухня». Я не особая поклонница «Кавказская кухня», если честно. Видите, там сидят пивасик, венцо попивают. Я, я не против. Я бы сама тоже выпила бы что-нибудь алкогольного, только я не пью. Это тоже без алкогольного. Ну, без алкогольного я пью. Ну, я сомневаюсь, что у них есть без алкогольное. И если оно и есть, там, в такую цену, что... Ой, как только об алкашке заговорила, сразу во рту пересохло. Ну, потому что хочется, что говорить. Но нет, два с половиной года уже не пью, Зайньки. Два с половиной года. Почему? Потому что это вредно, Зайньки. Потому что алкоголь – это зло, это яд. Яд, зараза. Безалкогольное? Да. Ну, безалкогольное пиво я покупаю во вкус. Виля, да, за 90 рублей. Мне нравится. Да почему ты когда говоришь, что оно отравленное? Ну, оно безалкогольное. Хотя там есть чуть-чуть алкоголя, совсем грамулечка. Но это, знаете, в пределах нормы, как в кефире или в квасе. Вот. Там, как бы сказать, это уж совсем... Даже вот детские сиропы от каши, они же тоже со спирсом. Это, в принципе, то же самое. Или настойки какие-нибудь. Там оно такое минимальное, невредящее. Но и то... Я не часто пью такое безалкогольное пью. Ну, может быть, раз в месяц или в два месяца я себе куплю бутылочку. Вот. Дай мне попить тоже. У меня так горло-то не похоже. Кошмар. Закручу. А тут что строится? Тоже что-то с забором всё. Я зашла в твои кроссворды, вот. И вот я там знаешь, какое слово нашла? Это связано с пивом. Вот. Серьёзно? Ой, какая собака, вы смотрите. Она нас не съест? Нет. Она нас не съест? Занька, пойдём, пойдём. А, она нацепит. Я перепугалась. Это овчарка. А что тут такое интересное? Какие-то... Я понимаю, что это овчарка. Какие-то, вон, видите... Непонятное, что такое. Чёртёшь. Это нацеплявая. Вот он, смотрите, речка. Пойдёмте. Там, конечно, по берегу мы не пойдём. Там берег очень водявый. Он такой, знаете, неустойчивый. Всё такое. Ну, водявая. Все ноги перемачканы. Я хочу там не камушки. 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 Ну, пойдём, спустимся. Ой, я... Пойдём. Кстати, какие штуки лежатые. Тут какие-то страшные старые. У меня, помню, воспоминания. Мы тут раскоп рядом копали. Там вот как раз около СИЗО. Как раз отсюда по Гоголевых вышли. Жара! Мы все где-то грязные. До дома-то идти неприятно. И вот мы тут в этой реке обмывались. Я помню, был такой случай с девочкой, с которой мы копали. Какой случай? Господи, они-то непонятно ждут. Да и обмывались, как мы. Мы тоже шучи. Ужас! Я хочу пока. Ну, мы, в принципе, можем пройти вот там по берегу, господи. Просто я помню, у меня был случай один раз. Я с тобой шла, все ноги перемачили, видишь? Тут так немножечко сыровато. Ну, мы с тобой, в принципе, в сандалиях. Нам не страшно. Нам не страшно, даже если мы запачкаемся. Ну, иди туда. Вот, ты хочешь, иди. Только не завались куда-нибудь. О, ты мое, все, уже наступило на эту кочку. Мокрую. Грязно. Ой, давай потом. Давай потом. Вначале ты по камушкам, потом будем искать салфетки. У меня пальцы все в грязи. Ну, ничего страшного, иди уже. Я не буду сейчас обтирать, иди сюда. Нет, уходим. Ты издеваешься? Иди уже давай, потом мы вытремся. Ой. Успокойся. Я тебе дам салфетку, когда мы отсюда выйдем. Угомонись. Ну, грязные ноги, грязные. Сейчас обмоем в речке. Сходим. Не очень нехорошо. Я понимаю. А что, она не отравлена? Грязь не так страшна. Не переживай, это все натуральное. Дай-ка. Не переживай, так сразу не помрешь. Пойдем дальше. Вон там ручеек. Когда? Он, смотри, там из-под земли бьет. Пойдем там, ты обмоешь. Когда? Не знаю, когда. Когда, судьба, тогда и помрешь. Когда? Ой, тут страшно тебе ноги мочить. Пойдем наверх, пойдем. Раз ты это, все, это у тебя уже истерика, пойдем. Мне тоже грязно, ничего страшного. Нет, пойдем уже в речке. Да в какой речке? Мы туда не дойдем до речки. Нет, я хочу себе погулять. Ну, иди гуляй. Только ноги сначала хочу. Что хочу? Что? Мы сейчас ни в чем не почистим. Видишь, тут грязь тоже. Может вам подойти к речке вот свыше? А, вот там, да? Ну, пойдем туда сходим. Пойдем, иди. Попробуйте там. Пойдем в обход. Я знаю, и что? Ты же хотела? Вон, смотри, тут бережок. Ага. Я не хотела сюда и здесь. Конечно, это ж я хотела. Это ж я тебя сюда сюда притащила силком. Так, подожди, я помою ноги себе, а потом тебе, а то ты тут пососползешь и начнешь орать. Иди туда, вон там с бачка. Хотя тут тоже плохо. Так, нет, подожди, иди туда, лучше в ту сторону. Так, иди сюда, я тебя держать буду. Значит, смотри, все очень просто. Приседаешь на одной ноге боком, а вторую мочишь. Как мне? Приседай на меня, опирайся и ее высовывай туда вдаль. Я не могу! Иди сюда. Вон сюда, макни, вон, сюда, давай. Куда? Да куда, присядь вот так вот бочком. Подожди, вот так, смотри, вот так и туда, и ногой, давай. Вот. Да это не это, мне нужно другую. Ну давай, другой. Давай. Давай, ногу туда суй, давай. Суй. Тихо. И как? Ааааа! Пошли уже. Она грязнее. Все, пошли уже домой. Я хочу яплодить, нормально. Угомонись уже. Нет, пожалуйста. Вон, иди по траве, походи и обмоешь. Пойдем дальше, походи, может там где еще. Я хочу голыми ногами. Ой, ну разуйся голыми ногами. Тут он вот, смотри, в грязь нефть, пендюрься. О, смотри, тут еще говнолужин стоит. Давай, где? Да ну, там голода, посмотри, какая мутная. Она стоит. Что? Все, пошли нафиг. Сейчас оботрешь по траве, и все нормально будет. Да? Игорь, потри траву вот так. Я в раздень, помоги. Ну раздень. Только не ори. Помоги мне. С чем я тебе могу помочь? С плотинкой. Подай. Иди ногой. Что ты боишься? Иди, это трава обычно. Ничего там нету на траве страшного. Давай. Я в плотинке грязь. Все, давай, уже одевай и пошли, обувай. С тобой грязь, я не хочу. И что? Нет. Ну, стой тогда на месте. Я пошла. Стой на месте и жди, когда будет чисто. Вот так. Коням запрещено тут ходить. На территории парка запрещено выгуливать лошадей, повозки, сани. Понимаете? На санях нельзя. Ну, Линда, ну что ты уселась? Иди давай. Что? Господи, боже мой. Ну, что за истерика, а? Заянька, ну, только где мы будем в теннис-то? Подожди. Домой пойду. Ну, так пошли домой. И в теннис. Горло болит. Потому что ты нервничаешь. Вот оно у тебя и болит. Я не нервничаю. Ну, конечно. Я у тебя там погуляю. Я тоже хотела. Я вообще многого в этой жизни хотела. Ничего не получила. Давай, давай побладим вместе. Да? А вы что в этой жизни хотели? А? Ничего не получили. Ой, что там? Давай, это уже прошло всё. Какая-то афиша. Так, Линда, давай быстрей шуруй. Уже пол девятого. Даже больше, наверное. 35 минут девятого. Ну, всё не подушилась новыми духами этими. До сих пор запах стоит на мне. Я чувствую. А, да. Хорошие духи. Тезен. Шесейда. Хорошие такие. Хороший запах. Симпатичный. Так, ну что, мы выходим из Финского парка. Ой. С дороги уйди. Слышишь? Что-то начинала я говорить. Забыла что-то продолжить. Что вот мне пишут, типа, о, у меня Псков такой красивый. Я не спорю, зайчики. Ну, красивый город. Хороший. Вы знаете, в последнее время власти стараются. Делают. Делают много. Вот. Стараются власти. Народ так не старается, как власти стараются. Сейчас это видно. Хотят что-то сделать. Вот. Но мне немножко тут скучновато. Меня здесь, ну, давит. Мне хотелось бы какого-то более активного города для моей будущей активной жизни. Я всё-таки планирую, что моя жизнь в будущем будет более активной. Понимаете, зайчики? Хочется мне вот этой вот самореализации. Я хочу в будущем её. Когда ребёнок подрастёт. Понятно, да? А в Пскове этим будет очень сложно заниматься. Ну, видите, здесь даже блок вести не... Так как тебе хочется, и сразу вот это гавкают со всех сторон от себя. Понимаете? Ну, не хочу я тут жить. Я хочу попробовать жить в Питере. Понимаете, лучше... Вот я вот у Скориза слышала, типа, что лучше не попробовать и жалеть, что ты не попробовал. Ну, чем попробовать и жалеть, что не получилось, что так и так. Я хочу надеть носки. Ой, пошли домой. Носки сейчас белые одевать не нужно. Так. Мне холодно. Мне тоже. Не преувеличивай. Тебе, конечно, холодно. Но не надо преувеличивать здесь настолько. Да, прохладно. Плюс 20. Но не настолько критично, что сейчас прямо... Мне холодно вот везде, вот здесь. Так, спокойно, подумай о чём-нибудь тёплом. Подумай о том, как мы завтра... Нет, я думаю, всё время холодно. Подумай об Африке. Нет. Подумай о львах в Африке. Мы, кстати, вчера читали книжку и узнали, что раньше... Ну, там не было указано, когда раньше, правда. Львы обитали на территории нынешней Москвы. Я хочу здесь. Мы завтра придём, поиграем. Ну, сегодня видишь вечер? Я хочу не поиграть. А что ты хочешь? Я хочу полать. Ой, холодно, ноги грязные. Пошли домой. Ну, поздно уже, пойдём. Хватит! Ну, что ты теперь? Ну, позлись, что? Или ты опять будешь говорить, что ты не злишься? Ой, я тоже так хочу поплакать. Как я хочу поплакать? Я очень хочу. Ну, никак, что-то никак не выдавить из себя ничего. Ни одной слезины. Ты идёшь? Ну, хватит стонать, пошли. Чем быстрее дойдём, тем быстрее помоешься. В ванне в тёплой и горячей. Нынче я, когда душ принимаю, стилю душ, коврик этот ортопедический. Блин, у меня комару кусил, и я расчесала. А, ну, тут вот мне в душ нельзя пока. Иначе у меня эта болячка очень сильно разболится, её мочить нельзя. Так расчесала за ночь, зараза, какая-то металла кусила меня. Надо сейчас нанести, наверное, акридермчик или что-нибудь такое. Или этот Лива-Миколь, чтобы это не изогнарилось. Сейчас мы выйдем из-за кустов, и я вам покажу речку. Небо синее, небо синее. Вода мутная очень. Посмотрите, какая коричневая вода. Что ж такое с водой-то, а? Что ж она такая мутная вся? Непонятно. Идёшь, дочек? Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлечённых зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы. Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля.